По образованию я химик. На завод я попала 9 лет назад по распределению. На сегодняшний день я начальник цеха производства противопухолевых препаратов. В 2014 году запустили участок по производству цитостатиков. Они используются для лечения онкологических заболеваний. На сегодняшний день такое производство, насколько я знаю, в Беларуси только одно. Человек непосредственно не прикасается к самому лекарственному средству, то есть все операции он проводит внутри специальных боксов. Сейчас большую линейку делаем мы. 14 наименований. Мы спокойно можем выдержать конкуренцию зарубежных компаний. Как только появляется какое-то новое требование, уже встречающее контроль качества, у завода есть возможность на сегодняшний день оперативно откликаться. Появляется новая болезнь, тот же самый ковид. Мы разлили первые регистрационные серии вакцины. Сейчас уже заканчивается контроль качества этих серий. И то есть на сегодняшний день мы готовимся к тому, чтобы разливать вакцину против ковида уже в промышленных масштабах. Продолжать вакцинацию людей уже не импортной вакциной, а той, которая произведена непосредственно у нас здесь, в Беларуси. Наш цех будет осуществлять розлив, будет осуществлять производство. Для того, чтобы отследить прогресс фарм-индустрии не нужно ждать 10-20 лет. Большие изменения происходят буквально за год. Раньше были менее производительные машины. Условно, скорость производства была 1000 флаконов в смену за 8 часов. Сейчас эту 1000 флаконов, но теперешняя машина, могут разлить за час, где-то за полчаса. Десять лет назад никто бы не мог думать о том, что смогут производить препараты для лечения онкологии, поскольку они высокоактивны. Раньше мы только слышали о том, что есть просмотровые машины, которые могут проверять ампулы, герметичность ампул, наличие механических включений. Сейчас это уже наша реальность. Белорусская фармакопея, она гармонизирована с европейской фармакопеей и с американской фармакопеей. Это значит, что к белорусским лекарствам, европейским и американским требования одинаковые. Повод для гордости есть. На самом деле, когда я еще училась в университете, я бы никогда не подумала, что у меня будет возможность быть причастной к таким большим делам. Влюбилась в это предприятие, влюбилась в то, что я делаю. Я понимаю, для чего мы это делаем, зачем мы это делаем. И это стало очень интересно. Я думаю, что это мой выбор уже на очень долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова